Лагский язык – родной язык, родник моей души. По таким названиям прошло награждение участников Международного конкурса чтения стихов на лагском языке. Организатором является Лагское молодежное общество. Литературное соревнование приобрело широкий масштаб – 400 участников разных возрастов, при этом некоторые из них не являются носителями языка. Все подробности в следующем сюжете. Тревожная новость идет на Дершах. Открывают мероприятия символичной сценой спектакля Цехила Камалова «Хан Муртузали». Диалог отца и сына о предстоящей обороне от нашествия не смог не вызвать живых эмоций у зрителей, которые буквально заполонили зал театра. Конкурс стихов собрал большое количество представителей лагского языка и даже достиг международного масштаба. У нас конкурс взял охват международного класса. У нас есть участник из Индии, индус, у него мать Лачка. Он на лагском числе проговорил стих и занял второе место. Всего лишь за 14 часов он набрал все эти голоса и вышел на второе место. И также была участница из Америки. Американка была участникой, еще была участница армянка, которая не знала язык, но прочитала стих. Площадкой лагского творчества стала социальная сеть Инстаграм. Ее посредством количество участников дошло до 400 человек. Жители разных сел и возрастов решили проявить свои способности. Самой взрослой из них – 95 лет. Как итог награждают и самых маленьких, и тех, кто постарше. Лучшие определялись количеством набранных лайков. Победителей – 10 человек. Одной из них стала Диана Курбанова. Стихотворение военной тематики актуально во все времена, считает конкурсантка. Я выбрала это стихотворение, потому что оно посвящено войне. Оно посвящено парню, моему односельчанину, который был очень молод, и он погиб на войне. Это стихотворение написала его тетя. Я даже не думала, что я смогу выиграть. Очень волновалась. Призовой фонд – 150 тысяч рублей. Он будет разделен между 10 победителями. Но главная цель конкурса – это популяризация языка. Наши предки были готовы воевать за свою родину. Были готовы защищать свою честь и традиции. А поэтому самое малость того, что мы можем сделать сегодня – это сохранить культуру и язык. Хадижа Курбанова, Салман Гетихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.